Друзья, сегодня у нас второй день знакомства с коммуникациями Савиньона. И помогают нам сегодня в этом сотрудники Коммунсервиса. Александр Валентинович, как настроение сегодня? Прекрасно. Прекрасно. Да, несмотря на то, что сегодня прохладно и хмурый день, настроение у меня великолепное. Мы находимся в самой нижней точке Люсдорфа, возле КНС, где, собственно говоря, и происходит прием канализационных стоков Люсдорфа. Я правильно сказал? Или всего Савиньона? Нет, только Люсдорфа принимается и очищается. Здесь первая грубая очистка, механическим путем производится. Есть две песколовки, у которых оседает илый песок, который потом откачивается лесосной машиной и потом попадает в емкость. Я думаю, что мы сейчас это все сами увидим, все эти процессы. Единственное, что я хочу сказать, меня лично поразило. Вот из предварительного рассказа, что это все делается механическим путем. Механическим? Механическим. То есть крупный мусор, граблями и так далее. Чуть ли не руками. Чуть ли не руками. То есть это ежедневный труд? Это ежедневный и не один раз в день. Не один раз в день? Не один раз в день. Сколько раз в день? Четыре раза где-то происходит, но люди дежурят круглые сутки, поэтому по необходимости они могут быть больше, может быть меньше эту работу делают. А сколько человек находится, допустим, на этом объекте? Или у вас мобильная? Смена, смена. У нас мобильная, мобильная, но уже есть необходимость здесь стоять человека на постоянной, чтобы был он круглые сутки на этом объекте. Ну давайте будем смотреть. Давайте. Откуда? Давайте начнем прямо отсюда. Да, Александр Алексеевич, у вас даже есть экипировка. Да, у меня есть экипировка, я на всякий случай взял каску. Николай, давайте тогда зайдем внутрь, посмотрим, что там происходит. О-о-о! Ну, смотрите, я взял касочку, а надо было брать даже не респиратор, а противогаз. Запахи здесь прелестные, прелестные. Я хочу сказать, что мы, как правило, видим верхушку савиньона, да, красивые елочки, парковые зоны. Вот, а есть еще снова... Есть еще, да. Расскажите, пожалуйста, что здесь происходит? У нас фекальные отходы проходят через эту трубу, попадают через решетку. Потом фекальные отходы отходят, две емкости у нас стоят, одна, вторая. Это песколовки, у нас песок ловит, отстойники песка. Потом отсюда переходим мы эту трубу и попадают прямо в главную Каневецкую. Ну как впечатление, Александр? Все работает. Это самое главное. Ну вот, хотелось бы спросить, техническое видение, я знаю, что вы достаточно современный в техническом плане человек, вот как-то можно было бы с 19 века перейти на 21 в плане сортировки канализационных стоков? Я полагаю, что, наверное, есть какие-то решения, но у меня сейчас нет ответа, к сожалению. Я не специалист в этой области, но полагаю, что есть. Но они все, опять-таки, финансово затратные, и даже если они... Практически, да, уверен, уверен в этом. Не-не-не, получается, оно оттуда. Вторая в ту емкость, вот, да, вот эта емкость. То есть оно попало в эту емкость, правильно? Да. Потом вот этими трупами. Оно отходит. Оттуда? Раз, да, от ватной трубы. Насосом затаяет. Я понимаю, что сейчас включился насос с помощью... Съемкость она приходит, скачает насос через емкость, вакуумная, вакуумная, выкатает, выстает в кругах. И выгоняет наверх. Хорошо, давайте наверх здесь шумим. Значит, там понятно, то есть мы принимаем, стоят насосы, насосы гонят... Ну, вверх, в конверситетах, которые идут на дубки, там КНС, главное КНС, КНС, которые уходят дальше. Скажите, а вот здесь у нас, здесь у нас что? Это у нас манометр стоит на втором насосе, первый, второй и третий насос. Мы по этому манометру видим, как забился насос или нет. Если он чуть-чуть упал, значит он забился. Ну, вы знаете, сквекальное там, все и бывает. Не все чистится, все механическое. Конечно, да. И мы тогда чистим насос, чтобы нормально было. А вот здесь, вот скажите, это двигатели, запасные двигатели? Запасные двигатели, да, у нас стоят, на всякий случай. Бывает все, бывает дождь, не дождь, все бывает. А вот кроме текущей работы, вот то, что вы показываете, там, очищение этих стоков и так далее, ведь наверняка есть обслуживание самих насосов. Вот как часто они ломаются? Насколько это вообще... Забивается часто, очень часто, да. Забивается, их можно почистить, а... Все, оно постоянно работает, вы сами знаете, забивает, ломается. Вот что, допустим, гипотетически может произойти, да, если вдруг сломался один насос. У нас, если то, на запасе есть насосы стоят. Три насоса стоят запасных. Если что, у нас сразу группа проезжает, да. Теперь такой вопрос, неудобный. А если сломались все насосы, и нам нечем заменить, что произойдет? У нас выдавают машину? Нет. Ну, я понимаю машину, на то время пока нет машины. То есть затопит, то есть вот откуда, да, оттуда или отсюда. Вот это вот все польется по улицам, да, у всех забиты канализации. Я правильно понимаю? Все, понятно, спасибо. Давайте давайте... У нас есть запасной генератор. Если вдруг электричная отключилась, у нас есть запасной генератор. Давайте посмотрим. Давайте. Значит, у нас есть аварийный насос, запасные насосы. Они меняют полностью бригадой. Приезжают, снимаются те, да, быстренько снимаем, быстренько ставим. И вы сказали, что у нас есть генератор. На случай, если электричество выключилось. То есть я понимаю, что если вдруг неожиданно выключилось электричество в Одессе, да, мы без электричества быть не можем, правильно? То есть все вытащит наружу. Да, что зато. Понятно. И он включается? И он включается? Нет. То есть это руками включается правильно? Да, мы запускаем пульт управления, он генератор всего. И он запускает, он работает на Одессе наторе. То есть у вас всегда он должен быть заправлен? Да, всегда заправлен. Всегда заправлен. Понятно. Давайте посмотрим, как вы живете. Я понимаю, что здесь снега находится круглые сучки. Да, да, да. Здесь туалет, ну, можем не показать. Здесь у вас душевая кабина. И давайте посмотрим, где вы отдыхаете. Вот мы здесь отдыхаем. Это комната отдыха у нас в Одессе. Вы находитесь здесь постоянно? Нет. Если дождь есть? Если дождь есть, то здесь постоянно. Здесь постоянно, да. Здесь постоянно, да. А где-то, да. Понятно. Ну, потому что надо... Надо бывает, что все бывает. Понятно. Хорошо. Условия хорошие. Условия хорошие. Спасибо большое. Вытяжка работает, это идет полностью подвал, где фекальная, где емкость, там насосы, там всегда запах, там мяк, мы вытяжка, работа срабатывает, вытяжка всегда на улице. Погородили, чтобы не было звука, звукозаряд для людей. Ну вот это на самом деле спасает, соседи не жалуются. Это нам соседи спросить, не нас. Вот у нас находится генераторная установка. На дизельном топливе работает, запас мощности хватает. Он один, общий у нас полностью на всю КНС. В случае полного отключения электричества, я понимаю, что он должен вырабатывать определенные киловатты, которых должно хватать для обеспечения электричеством насосов, всех электроприборов, необходимых для всей этой процедуры. Я понимаю, что такие генераторы стоят на всех КНСах, да? Да, на основных. Если на маленьких, то у нас есть такие мобильные, мы заводим на мобильные. Это у нас вторая вытяжка, это не вытяжка, она нанетающая воздух, который свежий воздух нанетает туда. Да, понятно, для того, чтобы был проток. Да, да, да. От шума немножко вроде закрыли, да, КНС, а вот запахи, они не распространяются? Ну, все зависит от ветра, я полагаю. Да, да. Какого ветра? Все зависит от ветра, и это неизбежно. На центральной канализационной станции всего жилмассива Савиньон, чтобы люди могли понимать, что в эту станцию стекаются все стоки жилмассива Савиньон. К примеру, третий Савиньон, канализация идет у нас с Амматишки, попадает в эту емкость, с большого жилмассива Люсдорф, она сюда выдается с помощью насосов, которые вы видели, да, под напором, и не аккумулируются все в одной этой самой емкости. Марин, Лилос, другие микрорайоны Савиньонов, все аккумулируется здесь. Теперь главная задача, вот эти стоки хозяйственной бытовой канализации перекачать на 2-2 КНС или на южные Савиньоны, города Одессы. Вот здесь эта емкость, можете посмотреть, здесь, конечно, видка внутри не сильно хорошая, потому что находятся все продукты как-то человеческого жизнедеятельства. К сожалению, не только биологические, но зачастую попадают сюда. И бытовой мусор попадают, целлофановые пакеты, предметы личной гигиены, как ни странно, попадают даже предметы, допустим, ножки от стулов деревянных, вот, попадает сюда упаковка пластмассовая твердая от Силама. Народ наш хитер на выдумку и умудряется в канализацию впихивать даже то, которое физически, как бы, в силу своих, как бы, этих самых, то, что оно легкосплавное, не должно, как бы, тянуть. Но почему-то тонет, попадает в канализацию, забивает, из-за этого большая проблема с насосами и проблема вот с такой емкостью. В силу того, что, как бы, физических, наверное, свойств, правильно сказать, вот, тяжелые фракции имеют свойство периодически откладываться. Вот, периодично все, наверное, раз в год, когда, может быть, раз в два года, нам приходится ее чистить. Нанимается специальная бригада, вот, которая специальными лесосами вытаскивает оттуда все эти тяжелые частицы, которые наши насосы перекачать не могут. А сейчас я попрошу, ребята, давайте спустимся, посмотрим, что там делается, как работают сами насосы. Дальше еще одна особенность работы насосов и всей автоматики, то, что, допустим, среда, в которой они находятся, вы видели, она очень агрессивная. Тут разлагается любой металл, даже, так называемая, нержавейка или осенковка, она разлагается очень быстро. Поэтому вот вся автоматика вынесена отдельно, она находится на улице, не находится там внутри. Дальше сюда, другую минуту. Это мы находимся на промежуточном этаже насосной станции центральной КНС. Вот, под нами находится сама непосредственно насосная группа насосы, вот, и сделаны их не обвязками, с питающими или всасывающими вот трубопроводы и трубопроводами, которые потом уже дальше выкачивают на очистные сооружения города Одессы. Ну, сами видите, чувствуете по запаху, наверное, специфическая, как бы, остановка. Вот, хочу сказать, что от работы этих насосов, вот, зависит, как бы, наверное, жизнедеятельность поселка, они требуют постоянного контроля за собой. Поэтому здесь находится человек круглые сутки, он за ними смотрит, он за ними следит. Вот, в данный момент насосы не работают. Это говорит о чем? О том, что, допустим, емкость у нас еще центральная не набралась нужного количества. Там принцип работы простой. Стоит, как бы, система поплавков, да, набралась полубочки, срабатывает первый насос или первый поплавок, он начинает выкачивать. Если поступление, допустим, стоков в хозяйственной бытовой канализации очень большое, и один насос не срабатывает, она немножко поднимается. Включается второй насос, тогда, что два насоса, они откачивают стоки эти фекальные. Только их откачали, упало до нижнего уровня поплавок, как бы, разомкнул сеть, и насосы отключились. Вот такой вот принцип. Но, несмотря на то, что это автоматика, я еще раз подчеркиваю, в связи с тем, что очень агрессивная среда, вот, она требует постоянного контроля, постоянно за своей работой, постоянного обслуживания. Постоянной профилактики, да. Это было сделано, дай бог памяти, наверное, после того случая, как Марин Виллос нас затопил. Вот, для пострахования и работы всех остальных, как бы, механизмов наших инженерных сетей. Принцип простой, это, вы видите, водозаборник, вот, куда стекаются дождевые или ленивые стоки, сетка сделана для того, чтобы, допустим, крупные предметы, когда идет поток воды, деревянные, пластмассовые, они здесь остаются, вода попадает туда. По мере наполнения, вот, видите, есть оранжевый поплавок, где-то наполняется уровень, середина этой емкости, все, срабатывает, опять же, автоматика, включается насос, вот, маленький, он заполняет большой, и запускается, и вода выкачивается на дорогу, которая выходит на репорт. То есть, стоки сюда поступают, насос выкачивают. По мере того, что водичка перестала идти, она высосала сюда воду, опять же, автоматика сработала, насос отключился. То есть, принцип такой, что мы откачиваем лишнюю дождевую воду. Вот такое, как бы, простое, примитивное, но крайне необходимое сооружение. Это генераторная установка, вот, которая предназначена для обеспечения электроэнергии нашей промышленной зоны во время отключения централизованного или аварийного электроснабжения. Вот, с помощью того, это генераторной установки, вся наша насосная группа, вот, которая обеспечивает нормальную, как бы, выкачку фекальных стоков, вот, она у нас будет работать. То есть, будет обеспечена электроэнергия, это жизненно необходимо. Вот, видите, что, как бы, генераторная установка в нормальном и справном состоянии, вот, она постоянно находится заправленная, ну, и отработана в таком режиме, что, если, как бы, у нас происходит перебой с электроэнергии, она запускается. Сбоку, вы видели, находятся на ней инструкции, вот, и любой, как бы, дежурный, прочитав определенный перечень работ, что он делает, он ее запускает, выдается электроэнергия, вот, она выдается только сюда, на промышленную зону, дальше она, как бы, не уходит. И мы продолжаем, как бы, работать в привычном режиме, для того, чтобы жители современной не чувствовали никаких, там, неудобств, вот, чтобы они чувствовали себя комфортно. Вячеслав Федорович, расскажите, что это за грандиозное строение, его функциональное назначение? Это емкость, резервуар чистой воды, он рассчитан на объем 2000 кубов. Это вода, которую мы получаем? Да, вот. Для того, чтобы у людей было нормальное давление, вода здесь у нас накапливается, а уже отсюда, насосной группой, заданным давлением, распределяется по всем микрорайонам Савиньона. Значит, содержание такого резервуара, вот, казалось бы, что-то такого, да, обеспечение нормальной водой. Даже содержание вот этого резервуара, оно, дело, как бы, сказать, ну, во-первых, требует затрат финансовых, во-вторых, необходим, и все время под наблюдением дежурных смен. Вот, раз в год, раз в год минимум, а по мере необходимости и чаще, два раза в год, вот, происходит чистка этого резервуара. Что она себя включает? С него выкачется вся вода. Потом, вы видите, вот этот вот люк, он разгерметизируется, туда вовнутрь заходят люди, вот, специальные, через это, живые люди, мои, в специальной чистой одежде, вот, обработанной здесь. Потому что вода красивая. Да, здесь ставится корыто, они проходят обработку и заходят туда с обыкновенными швабрами, и этот резервуар изнутри полностью замывается. Я никогда бы не думал, вот, плохо надо будет, наверное, как-то вас взять, чтобы вы засняли. Но вот, в прошлом, вернее, в этом году, когда мы делали зачистку, здесь уровень отложений был от 10 до 15 сантиметров. В виде глиняных осадков, там, земляных и прочих. Это то, что приходит нам из города? Это то, что нам приходит из города, вот такая вот вода. После того, как произошла замывка, мы это сюда все выкачали, убрали, замыли, мы наполняем его водой, и происходит хлорирование. Мы заливаем сюда хлорку, так называемую, гашеную известь, и в течение трех суток емкость полностью хлорируется. После этого вода опять с него сливается, наполняется новой водой, прогоняется через трубы, чтобы она ушла. После этого вызывается санэпидемстанция, берет пробу воды, и после того, когда проба воды положительна, он подключается к общей системе, и начинается водоснабжение всего же в массиве Савелья. Понятно. А на то время, пока проходят профилактические работы? Пока профилактические работы, у нас есть еще один резервный, как бы, резервуар чистой воды, мы задействуем его. 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 Потому что, как правило городского, давления воды нам не хватает. Не хватает. Не хватает. Почему? Потому что в разное время суток оно, как бы, у нас колеблется, вот от трех, скажем, до пяти атмосфер. А давление, допустим, три атмосферы, даже если у нас будет здесь, оно на входе будет доходить. Для обеспечения нормальным давлением водой всего же в массиве Савелья, этого недостаточно. Это так называемая насосная станция, которая обеспечивает давление для всего, давление воды для всего же в массиве Савелья. То есть, как вы сказали, вода поступает из города в резервуар, а с резервуара она насосами затягивается и с нужным давлением распределяется по всем трубопроводам жилмассива. В днем я вам покажу, как непосредственно работают сами насосы и где у нас контролируется давление. Видите, в данный момент работает один насос, это можно определить вот по индикаторам. Видите, работают два индикатора. Здесь работает один насос, который находится в так называемом спящем режиме. Здесь тоже самое один, тоже самое насос находится в спящем режиме. На нем поавтоматически задано давление, которое необходимо. Контроль давления вот по этому манометру, вы видите, четыре атмосферы, это выходное давление, то, которое насосы выдают непосредственно в нашу систему. Вот такой вот простой принцип работы. Здесь и автоматика, вот и все это у нас, как бы, выведено сюда. То же самое требует постоянного контроля за собой, постоянного обслуживания для того, чтобы оно находилось всегда в рабочем состоянии. Вот так работает наша центральная водоносная станция. Ну что, Даня? Утро у нас удалось, да? Утро у нас удалось, да. То есть мы сегодня посмотрели, получается, мы посмотрели, как вода приходит в Савиньон, потом, как она уходит, раздается по нашим потребителям, по домам, потом, куда она уходит в виде канализации, то есть уже в виде отходов, и как она возвращается дальше. То есть мы проследили все движение воды в нашем поселке. И то, я хочу сказать, что мы потратили на это два часа утреннего времени, но, тем не менее, мы не увидели даже еще все КНСки. Хозяйство, на самом деле, огромное. Огромное, да. Мы увидели людей, которые работают, мы увидели, мы поняли, что эти люди работают круглые сутки. Это сменная работа. Одна смена уходит отдыхать, другая смена приходит и работает, продолжает свою. А значит, еще вот хочу одну мысль такую сказать. Да, действительно, очень дорогостоящее оборудование, которое дорогостоящее и в плане себестоимости, и в плане обслуживания. Но вот я думаю, что самое дорогое здесь – это персонал, который знает в этом оборудовании каждый винтик. Квалифицированный персонал, который находится на работе и обеспечивает жителей нашего поселка безпрекословным или, как это сказать, может быть, безостановочной подачи воды и водоотведения. И тут еще такое, ну, совсем не инженерное, совсем не техническое сравнение, да, если, допустим, вот мы увидели, видим красивого человека. В данном случае, там, Савиньон, да. А мы сегодня посмотрели его изнутри. Кровеносная система... Да, наверное, можно и так сказать, потому что вода и водоотведение – это, можно сказать, равно как и электричество, это все-таки кровеносная система. Без этого поселок жить не будет. И, как мы увидели сегодня, практически все у нас на электричестве. Практически все. Вода подается, насосы под электричеством осуществляют давление, точно так же водоотведение, вся канализация у нас на насосах, то есть все под давлением, из нижних точек поднимается сюда, отсюда канализационные стоки уходят в город. Где-то, как я понимаю, где-то, может быть, есть какие-то самоточные ветки, но основная часть все-таки под давлением и осуществляется насосами. Ну, несмотря на то, что все на электричестве, все-таки очень продумана система автономности на случай, если Савиньон вдруг окажется без подачи электричества. Обесточен, обесточен, да. То есть есть резервы, то есть есть специальные дизельные генераторы, которые обеспечат насосы электричеством на случай аварий. Вот. А если бы, допустим, это все не было продумано, вот представить на секундочку, что в один день перестает это оборудование работать. Это же коллапс для Савиньона за один день. Я не представляю, что это могло бы быть. То есть даже если отключится один насос, и, предположим, у нас не будет запасного резервного насоса, в любой точке, где бы мы сегодня не были, то это чревато, это отразится на каждом жителе Савиньона. И это будет ощутимо. Ну, мы сегодня сделали такую обзорную экскурсию, а на самом деле в это еще вникать, вникать и сказать вам. Разумеется, будем вникать. Я одно могу сказать, что люди, которые работают здесь, это видно, что они профессионалы, видно, что они специалисты, видно, что они разбираются в этой области своей. Мне как директора, разумеется, не надо быть специалистом вот именно в этих областях. Но, тем не менее, с этими людьми придется мне работать, я сразу уважительно к ним отношусь, потому что я вижу, что происходит изнутри. То есть с искренним уважением и с благодарностью. Ну и, дорогие друзья, еще подытоживая все вышесказанное, хочу вам еще раз сказать, что каждая минута, каждый час нашей с вами комфортной жизни – это упорный-упорный труд очень многих людей. И не всегда чистый, не всегда благодарный. Не всегда благодарный. И я поэтому призываю всех жителей нашего поселка, пожалуйста, уважайте труд каждого нашего сотрудника.